В Сургуте пекут праздничный хлеб. В тесто здесь добавляют орехи и сухофрукты. Рецептом местный бизнесмен накануне поделился с губернатором Югры. Главе региона провели экскурсию по частному предприятию. Также Наталье Комаровой презентовали 14 видов бездрожжевого хлеба. В непростой период остаться на рынке пекарни помогла поддержка городских властей. На субсидию купили специальную печь. Старая с объемами производства не справлялась. Сейчас в месяц частная пекарня производит около 60 тысяч буханок бездрожжевого хлеба. Недавно здесь начали производить несколько новых видов. Это у нас первая печка, мы ее купили в 2019 году. Потом мы уже купили вторую печку. Но когда уже спрос почувствовали на рынке, то есть уже когда мощностей не хватало, мы установили вторую печку. А сколько высотники пекарни? Где-то порядка от двух до трех тысяч. Ну, в зависимости от одной недели. В Югре больницы станут фиолетовыми. Их подсветят специальными лампами. Так округ присоединится к всероссийской акции «Мнение Фиолетова». Дело в том, что 17 ноября во всем мире отмечают День недоношенных детей. Именно фиолетовый – цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах. Ежегодно в световой иллюминации принимают участие десятки регионов страны. В их числе и Югра. На время фиолетовыми станут больницы и поликлиники Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. Отмечу, в округе за прошлый год родилось больше тысячи недоношенных малышей. Благодаря современным технологиям и опытным медикам в регионе вынашивают детей весом всего 500 граммов. Прогулка с пользой для ума. Юные жители Коголыма на детских площадках теперь занимаются наукой и проводят опыты. В городе появилась передвижная лаборатория. Это проект Светланы Калеватых. Она и аниматор, и лаборант, и директор в одном лице. Югорчанка получила субсидию от администрации города и уже весной планировала начать работу. Помешала пандемия. Как только площадки в округе открыли, Светлана приступила к задуманному. Мне запомнилось, когда шарик воды наливают, завязывают и протыкают, и вода не выливается. Я запомнил один эксперимент. Ну, как делать мыльные пузыри. Там, получается, добавляешь мыло, воду, грицерин. Если нет грицерина, можно добавить сахар. Обычно дети гуляют, так неинтересно, а тут еще развлекают детей, так интересно. Ну, лучше было бы, чтобы каждый день так было. В Нефтьюганске завершились сборы национальной команды по спортивной аэробике. На тренировки в Югру лучшие спортсмены страны приехали впервые. Занятия проходили в открытом формате. Так что встать плечом к плечу со своими кумирами смогли и начинающие аэробисты. Аэробика, сложные технические элементы, танцевальные связки. Наставниками для югорчан стали лучшие тренеры. Завершили встречу галоконцертом. Раньше такие сборы были закрыты. И то, что для нас их сделали открытыми и сделали возможным посетиться данное мероприятие, это большой плюс. И теперь наши дети могут учиться у этих спортсменов. И знаете, на каких сборах царит особая энергетика, после которых настолько ты мотивируешься, что тренер, что у ребенка это очень облегчает в дальнейшем пути к развитию.